Вот уже три года я изучаю механовые языки и литературу, и так получилось, что это не только моя в случае профессия, но также еще моя страсть, мое хобби. И не так давно я заинтересовалась одним языком, оксиданским, и сегодня я хотела бы вам о нем рассказать. Исторический оксиданский принадлежит к южной территории Франции, называемый Оксиданем. Первые упоминания о нем есть уже в 11 веке, а само название появилось в 17-м, и более трех столетий его называли тремя разными названиями. Это было название прорешаль, или проросадский, лимозин, лимошки, или просто романш, редкий. Но в 1302 году знаменитый итальянский поэт, Данте и Регерия, напишал трактат, в котором он разделил ежуки на несколько раз, в котором разделил все ежуки, в зависимости от того, как у них произносят суперчиночки сюда. Так он в первую очередь выделил итальянские языки, выделил ежуки, когда франшузские, уин, и отдельно он выделил оксиданский звук, такое, что в отдельной частице произносится как о, откуда, собственно, и пошло название оксиданский язык. На этом языке, как известно, это был язык Трубадуров, но на нем писались не только любовные произведения или стихи, также виковались очень серьезные трактаты, как например, первая книга на оксиданский язык, учатанная, это был математический трактат. И, конечно, я хотела бы рассказать о тех людях, благодаря которым этот язык получил широкое распространение, и просто вычтать язык, который не был официальным ни в каком государстве, и территориально находился на одном маленьком кусочке франшузской, имел настолько широкое распространение, что на нем говорили в Германии, частично в Германии, во Франции, Италии и Испании. И это все заслуга Трубадуров. Почему Трубадуров появилась именно в Провансе? На самом деле это не случайно. В Провансе в те времена были обширные культурные и торговые связи с арабской Испанией. И есть теория, что предшественниками Трубадуров были не только средневековые латинские поэты и монахистские школы, но также и арабские сочинители, которые ее привнесли в красоту стихов, воспалявших женскую красоту. Слово Трубадуров происходит от оксиданского слова Трубадуров, что означает «находить». И это в полной мере отражает деятельность Трубадуров, так как им необходимо найти было самое точное слово, самое изящное слово для описания каких-либо событий. Известно, до нас за все время, более 500 лет, когда существовала лейка Трубадуров, до нас дошли около 600 имен. Это не так уж много. Почему так мало? На самом деле Трубадуром быть было очень сложно, они долго учились. Кажется, Трубадур должен был уметь играть в минимум на двух музыкальных инструментах, иметь живой ум и воображение, сочинять стихи экспромтом. И часто приглашали во дворы королей и замки, чтобы узнать последние новости. Трубадуров чаще всего путешествовали не одни, в них была своя своеобразная команда, и также в них были музыканты, называемые «жонглеры», которые аккомпанировали им на артах, на лютех, на гитарах, на плете и на других музыкальных инструментах. Основная заслуга Трубадуров в том, что они создали, как называемую, культ культуарной любви. Само название «куртуарная» происходит от слова «кордэш», что означает «ворд». Обычным являлось поклонение Трубадур прекрасной даме. И у такой любви было несколько основных характеристик. Любовь чаще всего должна была быть не двоимной, а скорее всего обязательно, иначе это была не «куртуарная любовь». Чаще всего прекрасная дама, которой посвящали стихи, стояла на ранг выше в социальном положении, чем Трубадуров, а в идеале она была замужем за Трубадуров, ну чтобы точно никаких шансов для неразделенной любви. Стремление к даме должно было быть бесконечным, и в этом стремлении цели «куртуарной любви» было не обладание объектом, а постоянное самосовершенствование, в том числе духовное. Вот так описывает Трубадур знаменитый регалка Барбетера, влюбленного, который соответствует всем правилам «куртуарной любви» – со мной. Он должен общаться скромностью и терпением, подчиняться всем капризам и про нерендам, довольствоваться самыми малыми знаками невинного внимания и никогда не переступать в определенных границах. Именно так поступали Трубадуры, и такова была их лирика. И я хотела бы также сказать несколько слов о жанрах любовной лирики. Они были очень-очень-очень разнообразными, и их было много. И первая основная жанра любовной лирики – это баллада. Изначально баллада пошла от фольклорной страницы от песен. И в переводе с шкатанского баллада означает «плесновая песня», то есть песня, под которую танцевали. И так как на момент зарождения традиции Трубадурок про вашу часть территории испытывала очень сильное влияние арабской Испании, то можно сказать, что прообразом баллада был так называемый «заждаль». Это жанр с тропической поэзией на разговорном арабском языке. Следующим жанром является канцон. Это любовная песня. Канцон – это достаточно сложная форма, и чтобы сочинить ее чаще всего Трубадурок требовалось очень-очень много времени. Она состоит из пяти семи строк, замыкаемой одной-двумя восьминками, которая назвала «старнад». В «старнаде» указывался адресат песен, чаще всего названным условным именем. Это могла бы быть сама прекрасная дама, друг, напесник Трубадура, или его покровитель. Менее чем условно, следующий жанр – это сервента. Сервента – от эксистанского служебная песня. И хотя она по своему струю похожа на канцону, но отличается тематически. Сервента – это жанр размышления, жанр обсуждения вопросов моральной тематики, религиозной, политической. В сервенте Трубадур чаще всего высмеивали нетругов, противников и воспевали достойчивого друзей. Известны несколько поджанров сервента. Это литературно-пародийные сервенты, где Трубадуры юмористически изображали своих конец. Или менее оптимистичные сервенты, так называемый «плач», который выражал шкур поэта по поводу смерти своего друга или Сизерена. Еще один популярный жанр – это альба шахстанского, называется «Утренняя заря». Это, наверное, единственный жанр, с которым любовь взаимна. Как ни странно, что весьма отближивается герику Трубадуров и представляет собой драматический диалог «Кавалера» и «Дамы», в котором указывается необходимость расстраиваться с наступлением шведов. Популярен также был жанр «Пастереллы». Это жанр диалог, в котором рыцарь разговаривал с пастушкой. И это был жанр не столько различных сословий, сколько жанр различных взглядов. Так, например, если рыцарь пытался обращаться с пастушкой по пантуазму, то, скорее всего, он терпел сокрушительное поражение. Также Трубадуры любили пастури друг с другом на различные темы. И есть два основных вида споров. Это «Сеншона», как слово «Сеншо», «Растер». Это просто был свободный обмен взглядами, темами и так далее. Или более напряженный жанр «Артинэн», где совеседники притяжились противоположных мнений. А Трубадур, который начинал, задавал тему. Перескнувала несколько второстепенных жанров, которые были не так же. Это, например, «Шпондидж», «Оправдание», в котором поэт оправдывается перед своей дамой. «Дэшпорт», «Песня о разногласии», «Песня о беспорядочной композиции», «Передующее смятение», «Чувства поэта». И также в противовес «Альга» была создана «Чирен», «Чирен», то есть вечерняя песня, в которой не посылаться проклятием, расслезанной необходимость расстаться влюбленным, а ночному мраку, полному неопределенных надежд, любви, неразделенной. Чаще всего трубадурным поэтом и были мужчины. Гораздо менее распространенным явлением было трубадурство среди женщин. Но это не значит, что стихи были хуже или менее насыщены. И я хочу здесь привести стих одной знаменитой поэты трубадура, Деатрисы Де Диэн. Я вам могу упускать перевод на русском. «Вечай не стала песня, Белико, о том-то мне и на кого сердится, Бред кем в любви души была скрыта. Невежество мне больше не защита, Красота, ни духа глубина. Я предана, обманка, забыта, Встрягивая стала другу не узнать. Я утешаюсь тем, что проявила, К вам друг довольно нежно стихнула, Как Сегуин Валенцию любила, Но хоть моя и побеждала сила, Вдруг мой вашего заказна, Что вам, как заказа, И я повстила. Теперь с другими ваша речь не жна. Сегуин Валенсия это герой одного русского романа, который, к сожалению, до нас не дошел. Но не менее печальными были и произведения мужчин-трубадуров, опять же, это тоска неразделенной любви. Так, например, знаменитый поэт Франсуа Вильон пишет «Войдешь в сувою по дворам, Гоним жестокую судьбу, Страдая от душевных ран, Смерть будет призывать в отспору». Почему так важно было, что поэты читали на китайском языке? И именно тот факт, что они создавали свои произведения на этом языке, сделал их такими популярными во всей Европе. Для них предшественники писали на латвине, чаще всего. И это был язык, который доступен меньшинству, то есть каким-то привилегированным группе людей. Однако, окситанский язык был языком, на котором разговаривали все люди. И простые люди могли понимать поэзию савадуров, могли слушать и принимать эти стихи. К сожалению, с начала 16 века окситанский язык приходит упадать. Это связано с тем, что король франциск сделал французский язык официальным языком своего королевства в 1539 году. И с этого времени во Франции настала политика приоритетности французского языка. Однако уже в первой половине прошлого века возрос интерес к национальным языкам и был создан Институт изучения окситанского языка. Защитником окситанского языка можно присудить за победу тот факт, что на Олимпийских играх в Турине окситанский стал одним из четырех официальных языков на виду с английским, французским и итальянским. И также в 1951 году был принят закон, по которому язык был включен состав внешних языков уговора, что позволило его изучить на факультативных занятиях, школах и университетах. И до сих пор в Кулуи, например, таблички с названием «Улиц» пишут на двух языках на окситанском и на французском. И даже если в час в современном мире вы можете найти признаки окситанских дизаторов, например, на улице матча, фактически он называется окситанская исправа. И одним из средств, популяризовавших окситанских фестивалях и в Италии поиска фестиваль. Сейчас во Франции идет 17 фестиваль окситанских в Италии он проводится уже второй раз и в 2015 году такой фестиваль в гораздо меньше масштабах был проведен в Москве. Но это все была теория. И сейчас я хотела бы вам показать, что окситанский язык не настолько далек от нас, как может показаться. Я уверена, что многие хоть немного знают латынь. И я предлагаю подумать над значением слов в окситанском языке это значит. Вот у нас. Есть несколько слов. Я предлагаю вам угадать, что означают эти слова. Книга. Первое значение правильной книги. Второе унапота. Да. Унафэма. Фэмма. Не знала. Камтак. Тичь. Правильно. Бонжору. Добрый день. Мерсэ. Спасибо. Молодцы. Вы практически знаете окситанский язык. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ